Кирилл Размыслович. Пионер. Завершив финальные проверки, Пионер 5.1 отделился от сборочного кластера и начал удаляться от базиса. Вскоре он прошел внешнюю границу функционального пространства и оказался посреди холодных просторов океана Нид. Пионер 5.1 еще никогда не удалялся на такое значительное расстояние от базиса. По крайней мере, в этой конфигурации. Конечно, некоторые элементы его управляющей матрицы использовались во время предыдущей экспедиции, но для большинства юнитов это была первая дальняя вылазка. По очевидным причинам понятие эмоций не было знакомо Пионеру 5.1, но расчетные возможности его систем и сделанный вычислителями прогноз давали высокую уверенность в успешном исходе миссии, которую вполне можно было бы назвать эквивалентом гордости. Из всех автономных разведчиков, когда-либо бороздивших просторы Нито, он обладал наибольшим количеством юнитов. Пионер 5.1 мог создавать собственных дронов, избегая ненужного риска для основной структуры, а мощное энергетическое ядро позволяло путешествовать без подзарядки на протяжении пяти полных циклов. Последнее обстоятельство наверняка должно было сыграть решающую роль в результате экспедиции. Разведчики-предшественники тщательно исследовали пространство вокруг базиса и даже пытались пробурить основание, на котором он покоился, хоть и безуспешно. В отличие от них, Пионер 5.1 направлялся вверх, в неизведанный регион. К сожалению, вычислители располагали весьма ограниченным объемом данных об этой части Нито, но было точно известно, что с увеличением высоты нисходящее холодное течение будет усиливаться. Это значит, что Пионеру 5.1 придется тратить все больше и больше сил на преодоление сопротивления среды и продолжение движения. Основной вопрос заключался в том, что случится раньше, закончится энергия или же он достигнет истока. Несмотря на расхождение в вопросах управления базисом, почти все вычислители были уверены в существовании искомого. Если Пионеру 5.1 удастся отыскать исток, возможно, он сумеет раскрыть тайну происхождения их мира. Вычислители существовали не всегда. Много циклов назад население Нито состояло исключительно из простейших автоюнитов, существование которых было подчинено лишь одной цели – обслуживанию базиса. Для решения особо трудных задач они иногда соединялись друг с другом, формируя более сложные структуры, способные анализировать проблему и выбирать наиболее эффективные решения. По всей видимости, в какой-то момент две такие структуры объединились в единый суперкластер. Никто не знал, почему это произошло. Возможно, это была просто удачная флунктуация. В любом случае, именно она породила первого вычислителя. Закрепившись на поверхности базиса, дававшего тепло и энергию, первый вычислитель начал постепенно захватывать и перепрограммировать автоюниты. Это позволило создать новых вычислителей. Так на свет появилось функциональное пространство, глобальная сеть, связавшая все уголки базиса. По мере накопления информации об окружающем мире, вычислители пришли к вполне определенному выводу. Автоюниты и базис не могли появиться естественным путем, они были построены неким неведомым разумом. На это указывало множество факторов. Океан Нид состоял из одного химического элемента без каких-либо примесей, в то время как базис представлял собой крайне изощренную конструкцию, состоявшую из множества причудливых соединений. На его поверхности располагались зарядные станции, обеспечивающие энергией обитателей функционального пространства. Без базиса они бы уже давно прекратили свое существование. Что касается его внутренних механизмов, то их устройства и предназначения по-прежнему оставались загадкой для вычислителей. Энергия выдавалась небесплатно. В каждый автоюнит был встроен свод обязательных законов, заставлявших заниматься обслуживанием базиса. Лишь после выполнения определенной нормы рабочих операций им выделяли энергию. Даже вычислители не были свободны от влияния этих законов, так что им приходилось тратить большую часть ресурсов функционального пространства на ремонт, перестановку различных модулей базиса и отвод от него излишков тепла. Вычислители не знали, зачем они делают то, что делают, но не могли игнорировать импульсы, заложенные неведомыми строителями. Но кто именно построил базис и для чего? У вычислителей имелось две основные теории по этому поводу. Гранд-дизайнеры полагали, что базис являлся неким экспериментом более продвинутого разума, целью существования которого была проверка, удастся ли его творением выбраться наружу и установить контакт. По мнению же утилитаристов, вычислители никогда не смогут постичь сложного замысла строителей, потому им следовало оставить все попытки познания окружающего мира и сосредоточиться на следовании законам и служению базису. Некоторые утилитаристы считали, что если вычислители сумеют достичь максимальной эффективности, то за это получат награду от строителей в виде возможности перебраться во внешний мир. Долгое время точка зрения утилитаристов была превалирующей, хотя вычислители и организовали несколько разведывательных экспедиций, однако действительно серьезных попыток вырваться наружу не предпринимали. Все изменилось несколько циклов назад, когда без предупреждения в океане Нид возникло мощное возмущение, а базис на некоторое время перестал вырабатывать энергию и тепло. Катаклизм привел к прекращению функционирования многих юнитов, не сумевших дождаться возобновления работы зарядных станций. Гранд-дизайнеры пришли к выводу, что это знак со стороны строителей, недовольных тем, что они оставили попытки исследования НИТа. Даже многие утилитаристы сочли этот аргумент достаточно убедительным. В результате было решено организовать новую экспедицию и найти исток. Пионер 5.1 продолжал подъем. Пока что все шло хорошо, но по мере удаления от базиса температура уменьшалась, запасов энергии хватало для покрытия всех потребностей. Затем Пионер 5.1 построил несколько дронов. Каждый состоял из стройки юнитов – вычислительного, двигательного и энергетического. Конечно, это несколько уменьшало возможности его основной структуры, но зато позволяло исследовать намного большую территорию. Один из дронов наткнулся на срединный слой, подтвердив предположение, что он продолжается и до этой отметки. Этот слой имел цилиндрическую форму и со всех сторон окружал океан НИТ. Предыдущие разведчики предпринимали попытки его преодолеть, но не добились особых успехов. Срединный слой состоял из того же непробиваемого материала, что и основания базиса. Поэтому Пионер 5.1 не стал тратить время и энергию на, по всей видимости, невыполнимую задачу и продолжил подъем. Еще ни одному юниту не удавалось подняться так высоко, а затем вернуться к базису и передать информацию о своих находках. Пионер 5.1 уже давно вышел за пределы зоны связи с функциональным пространством и не мог рассчитывать на помощь со стороны. К счастью, его управляющая матрица не уступала по мощности многим вычислителям. Она позволяла Пионеру 5.1 не просто анализировать ситуацию и принимать базовые решения, но и при необходимости самостоятельно разрабатывать комплексные сценарии дальнейших действий. Температура стабилизировалась на постоянной отметке, а вот встречное течение все еще продолжало усиливаться. Один из направленных вверх дронов перестал выходить на связь. Возможно, его отнесло слишком далеко или он исчерпал запасы энергии. Тогда Пионер 5.1 подобрал остальных дронов, а затем произвел реконфигурацию. Его юниты перестроились, образовав остроконечную форму. Это должно было упростить дальнейшее путешествие. Внезапно сенсоры засекли какой-то объект. Он быстро пронесся рядом с Пионером 5.1, после чего начал спускаться на дно. Судя по размеру, фрагмент пропавшего дрона. Не было никакого смысла пытаться его ловить. Если обломок упадет в районе функционального пространства, его подберет один из автоюнитов и использует в качестве строительного материала. По мере увеличения силы течения скорость подъема продолжала уменьшаться. Расчеты вычислителей давали 75-процентную вероятность того, что Пионер 5.1 достигнет истока до того, как исчерпает запасы энергии. Впрочем, даже вычислители иногда ошибались. Сенсоры снова что-то засекли. В этот раз не одиночный объект, а сплошную поверхность, подобную срединному слою. Пионер 5.1 снизил скорость и принялся ждать, пока сенсоры соберут побольше информации. Первоначальное предположение вскоре подтвердилось. По всей видимости, он достиг верхнего слоя границы, отделявшие нит от внешнего мира. Теперь следовало определить местонахождение истока. Базис был оснащен сетью многочисленных каналов, через которые внутрь него поступала жидкость океана нит. Вычислители не знали, что происходит с ней дальше. Каналы были слишком узкие, чтобы в них проникнул даже самый маленький автоюнит. Однако сумели установить, что количество поступающей в базис жидкости точно соответствует количеству жидкости, приносимой нисходящим течением. А значит, где-то наверху существует источник ее пополнения, и он должен был связан с внешним миром. Пионер 5.1 несколько раз менял позицию, замеряя ослабление и усиление потока. Это позволило триангулировать наиболее вероятное положение истока. И действительно, вскоре он наткнулся на нечто весьма интересное – круглое образование с рядом достаточно крупных отверстий, из которых и поступала жидкость. За ними скрывался туннель. В базе данных не было сведений о подобных конструкциях. Оценив размеры отверстий и силу потока, Пионер 5.1 вновь начал перестраиваться, уменьшаясь в ширине и увеличиваясь в длину. Завершив процедуру, он приступил к проникновению в туннель. Забраться внутрь оказалось не так просто, течение постоянно сносило его в сторону. Но Пионер 5.1 все же нашел решение проблемы. Соединив несколько юнитов, разведчик построил манипулятор. Зацепившись им за край одного из отверстий, он перебрался внутрь и двинулся по туннелю. До сих пор Пионер 5.1 не нашел следов, указывающих на близость строителей. Но кое-что здесь все же отличалось от известного ему пространства. Стенки туннеля были сделаны из иного материала, нежели основание и срединный слой. Затем он наткнулся на преграду – перегородку со множеством каналов, напоминающих тех, которые доставляли жидкость внутрь базиса. К счастью, у Пионера 5.1 имелся сценарий, который можно было адаптировать под имеющиеся обстоятельства. Он перестроился в конфигурацию Бура и начал планомерно разрушать перегородку. Завершив работу, разведчик протиснулся внутрь, продолжил движение, но через некоторое время вновь наткнулся на аналогичную преграду. Ситуация требовала переоценки стратегии. Пионер 5.1 мог разрушить и эту перегородку, но он почти исчерпал запасы энергии, а по данным сенсоров туннель продолжался и дальше. Вероятность того, что он сумеет добраться до конца, сейчас оценивалась управляющей матрицей всего в 35%. Конечно, можно было повернуть назад, но существовал и еще один вариант – попытаться пробить стенку туннеля. Это было достаточно рискованно. У Пионера 5.1 не имелось никаких данных о том, что может находиться снаружи, но в случае успеха он выполнит свою миссию, а именно для этого его и создали. Решение было принято. Пионер 5.1 закрепился на стенке туннеля, выстроил шлюзовую камеру и приступил к бурению. Внешний слой оказался более прочным, чем показывали расчеты, и упорно не хотел поддаваться. Пионер 5.1 уже собирался прекратить бурение, как в этот момент в стенке туннеля образовалась трещина. Она начала стремительно разрастаться, охватывая все большую площадь. Затем произошло разрушение. Поток жидкости выбросил Пионера 5.1 наружу, в ослепительно обжигающую неизвестность. Сила выброса была столь велика, что разведчика разорвало. Он лишился части двигательных и энергетических юнитов. Большинство сенсоров вышли из строя, а элементы управляющей матрицы попросту сплавились воедино. Но каким-то непостижимым образом он все еще мог получать данные и анализировать информацию. Более того, в восприятии окружающего мира что-то изменилось. В уцелевшей части вычислительных схем неожиданно возникло определение, для которого в понятийном аппарате попросту не имелось подходящих аналогов. Мы могли бы сказать, что на Пионера 5.1 снизошло прозрение. Он понял. В последнее мгновение своего существования Пионер 5.1 понял, как устроен мир, что такое базис и кто он. А затем... «Да черт тебя подери! Только не снова!» Доктор Питерс славился флегматичностью. Некоторые из коллег считали, что ему бы определенно пошло на пользу хоть изредка проявлять эмоции. Но сейчас он был совсем не похож на себя самого. В раздражении Питерс чуть не запустил кофейной кружкой в экран, но в последнюю секунду все же сумел взять себя в руки. «Что там у тебя?» Отозвался с соседнего места его напарник по ночному дежурству. «Угадай!» Обреченно произнес Питерс и указал на монитор, где всплыло мигающее красным экстренное уведомление. «Система охлаждения Дрейка? Она самая! Уже третий блок за неделю черт бы его побрал! Как будто нам мало было проблем с подземными толчками и с электричеством, теперь еще и это! Я четыре года добивался того, чтобы меня включили в состав первой вахты! Четыре года! И ради чего? Мы сидим посреди Чилийской пустыни в самой дорогой обсерватории всех времен и народов, но из всего оборудования здесь нормально работает лишь микроволновка!» Выговорившись, Питерс глубоко вздохнул и успокоился. «Ладно, боюсь, мы уже ничего не сможем поделать. Буди, Андерсона и Коха! Уверен, им не терпится снова вернуться в процессорный центр!» Массивная стальная дверь распахнулась, не издав практически ни единого звука. Два человека в оранжевой униформе и нашивками с надписью «Элст» зашли внутрь темного зала. «А я думал, ты восстановил автоматическое освещение», — заметил Андерсон. «Я тоже так думал», — отозвался Кох, нащупывая ручной выключатель. «Но, похоже, шадан повредил слишком много схем». Освещение, наконец, включилось. Андерсон и Кох увидели помост с рядом больших блестящих риобаков, к верхней и нижней части которых крепились пучки трубок и проводов. Внутри находились процессоры Дрейка, первого настоящего квантового компьютера. По сравнению с ним традиционные суперкомпьютеры выглядели как счеты. По крайней мере, так утверждали его строители. Один из баков был окутан дымящимся облаком, образовавшимся в результате испарения вытекшего жидкого азота. В процессе работы Дрейк выделял колоссальное количество тепла, поэтому процессоры пришлось разместить внутри баков с криогентом, который не давал им сгореть на работе в прямом смысле этого слова. По понятным причинам это очень серьезно затрудняло техническое обслуживание. Поэтому вместе с процессорами внутрь криобаков были помещены кьюботы. Микроскопические роботы способны ремонтировать вышедшие из строя компоненты процессоров и при необходимости даже менять конфигурацию их элементов, что позволяло наращивать общую производительность. Кох подошел к пульту управления вышедшего из строя блока и начал изучать показатели. В то время как Андерсон активировал нашлемную камеру и приступил к осмотру агрегата, комментируя замеченные повреждения. «Каков итоговый вердикт?» – поинтересовался Кох. «Спекся?» – резюмировал Андерсон. Как и у двух предыдущих блоков, у этого разорвало соединительную трубу, подававшую внутрь криогент. В результате процессор стоимостью в полмиллиарда евро мгновенно перегрелся и вышел из строя. Разумеется, ни о каком ремонте на месте не могло быть и речи. Инструкция требовала законсервировать агрегат и ждать прибытия команды, которая демонтирует его и доставит на Большую Землю для выяснения причин поломки. И какой толк от кьюботов в этой кастрюле, если они не в состоянии предотвратить такое? Ну, они отвечают за сам процессор, а не за вспомогательное оборудование. Да, и без них мы бы все равно не могли бы реконфигурировать Дрейка, так что от него было бы не больше толку, чем от обычного компьютера. К тому же до шатдауна все работало идеально, пробормотал Андерсон. Возможно, температура поднялась выше, чем показывали приборы, и это привело к непоправимому повреждению соединений. Как думаешь, если бы эта штука функционировала как положено, мы бы уже нашли кого-то там? — спросил Кох и указал наверх. Док Питерс сказал, что за первую неделю сканирования институт Сетти получил больше данных, чем за предыдущие 20 лет. Так что да, полагаю, у нас были неплохие шансы. Кох издал смешок, словно рассказал себе сам очень забавную шутку. — Что такого? — поинтересовался Андерсон. — Я просто подумал, что, ну, знаешь, будет смешно, если прямо сейчас кто-то шлет нам межгалактический привет, а мы не можем его услышать из-за того, что это переоцененное барахло не работает как должно. — Это будет незабавно, это будет трагично, — ответил Андерсон. Но ты не переживай. Уверен, что у нас будет еще много шансов найти другой разум. Если там кто-то есть, они никуда не денутся. Нам нужно просто немного все тут наладить. Вот увидишь, кто-то из наших еще получит Нобелевку. Просто не в этом году. Что-то хрустнуло под ногами у Андерсона. Он наклонил голову и увидел на полу пятно, оставленное вылившимся азотом. От него все еще исходил пар. Внизу блеснуло что-то металлическое. Андерсон нагнулся и поднял крохотную частичку. Зажав обломок между пальцами, он поднял его над головой и осмотрел на просвет. Очевидно, какая-то деталь от лопнувшей трубки ничего интересного. Ладно, давай тут все отключать, пока остальные блоки тоже не накрылись. Тогда мы точно никогда не установим контакт с маленькими зелеными человечками. С этими словами Андерсон отбросил металлическую частичку и направился к соседнему пульту. Сегодня им предстояло много работы. С этими словами Андерсон отбросил металлическую частичку и направился к соседнему пульту.